Деревня Рязанка Чеплыгинского района. Здесь родился и вырос Пётр Семёнов-Тяншанский. Почти 200 лет эти стены хранят память о человеке, имя которого крупными буквами внесено на страницы русской истории. Известный путешественник, выдающийся русский учёный, вице-председатель Русского географического общества. Усадьба Семёнов в Чеплыгинском районе — это памятник истории архитектуры, сохранившейся до наших дней. Это практически единственное в Липецкой области здание дворянской усадьбы первой половины XIX века, которая, в принципе, сохранилась. Не то, что находится в достаточно хорошем состоянии, а вообще просто сохранилась. Потому что, вы сами понимаете, дерево — это материал недолговечный. Уникально не только само здание, но и экспонаты внутри. В 12 залах разместились предметы, которые напоминают о жизни и трудах великого учёного. Многие из экспонатов мемориальные. Гордость музея — вот этот стол. Именно за ним великий исследователь работал и создавал свои труды по географии, геологии, энтомологии, ботанике. На столе, что не предмет, то реликвия. Чернильница, перо. Рядом в старинных шкафах — плоды трудов Семёнова-Тиншанского. Книги, которые были изданы при жизни учёного. «Живописная Россия», «Отечество наше» в его земельном, историческом, племенном и экономическом описании. Таких томов было Петру Петровичу написано 19. Это 1895 год. И далее, до начала 20 века издавались эти книги. Ну и сейчас это библиографическая редкость и наша гордость. Пополнять музей редкими экспонатами помогают потомки учёного. Например, родственники Петра Петровича передали в Чеплыгинский район вот эту фамильную посуду. Некоторые сервизы учёному дарили иностранные короли. С уверенностью можно сказать, что рука Петра Петровича прикасалась к каждому из этих предметов. А вот этому инструменту далеко за 100 лет. Таких в музеях по пальцам перечесть. Все детали родные. Предусмотрено даже специальное место для подсвечников, чтобы музыкант видел клавиши и ноты. Редкий немецкий рояль и сегодня способен звучать как новый, если только его настроить. Сыграть на нём можно. Необходима настройка. Ну, кстати, специалисты говорят о том, что его настраивать достаточно сложно не потому, что он в плохом состоянии, а потому что есть определённые особенности именно в этих районах. Сегодня усадьба Семёновых живёт насыщенной творческой жизнью. Здесь звучат романцы, проходят конкурсы и фестивали. Колыбель великого учёного манит туристов. На экскурсию в усадьбу приезжают из соседних регионов Москвы, бывают даже иностранцы. Местные жители тоже приходят и не скрывают гордость от того, что им посчастливилось ходить по одной земле с таким великим человеком. Надо обогащаться вот культурой, вот где духовность черпать надо. Это что-то прям совсем, что-то прям, как я попал, это прям что-то необыкновенное. Рядом с домом уникальный парк. Здесь более ста видов деревьев и кустарников. Среди них по-настоящему редкие, которые и не должны расти в наших широтах. А этому кедру 170 лет. Посадил его сам Пётр Семёнов-Чиншанский. В знак вечной любви к юной девушке Вере Чулковой. Родственники Петра Петровича были против этого брака. Девушка была бесприданница. Но Пётр Семёнов-Чиншанский настоял на своём. Когда свадьба состоялась, они приехали в эту усадьбу. И Пётр рассказал своей молодой супруге о том, что он посадил в честь их любви этот кедр. И она прикоснулась рукой к этому кедру, к малышу, к маленькому дереву, улыбнулась и сказала, что загадала желание. И через некоторое время это желание сбылось. В общем, её желанием было, чтобы в семье родился первенец-мальчик. Сегодня туристы тоже загадывают желание у этого кедра. Говорят, что сбывается. Даже если это не так, посещение усадьбы – это событие. Потому что здесь туристы получают возможность окунуться в историю, узнать интересные факты и жизни выдающегося человека Петра Семёнова-Чиншанского. Анастасия Сердюкова, Ольга Бугакова, Роман Авраменко, Липецкое время, Чебыгинский район.